Летние каникулы в самом разгаре. В свое свободное время дети посвящают прогулкам с друзьями или компьютеру. А их родители в то же время хотят, чтобы лето прошло с пользой. Для этого десятки тысяч школьников в Гомельской области отправились отдыхать в детские лагеря. О том, какой он, современный летний лагерь, расскажет Анна Корольчук. Во время летних каникул перед родителями стоит непростая задача – организовать время своих детей. И если спросить взрослых, то самые яркие воспоминания детства у многих связаны с детскими лагерями. У современных школьников возможностей еще больше. Лагеря предлагают выбор активной деятельности на любой вкус. Межведомственную программу по обеспечению занятости несовершеннолетних в этом году назвали «Лето на пользу». Она включает в себя как различные культурно-массовые мероприятия, акции и конкурсы, так и десятки тематических направлений. Летом планируется организовать работу 1086 оздоровительных лагерей дневного и круглосуточного пребывания на базе учреждений образования с охватом более 35 тысяч учащихся. Особое внимание уделено социально незащищенным категориям – детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Так, на этой неделе на базе Центра туризма и краеведения детей и молодежи в Старых Дятловичах открылся областной эколого-биологический лагерь «Берега дружбы». Помимо отдыха игр на свежем воздухе, 24 школьника будут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Каждый день посвящен одному направлению – зоологии или ботаники. А занятия включают наблюдения за птицами и, например, изучение популяции летучих мышей. Филипп Ропот сам записался в этот лагерь, потому что интересуется биологией и хочет подтянуть знания для участия в Олимпиадах. Я был в этом году уже в похожем лагере. Он назывался «Экологический лагерь-исследователь». Я был там гидробиологом. У нас был главный объект исследования – озеро Глушец. И мы с каждой точки его собирали, бентес, и его потом определяли. Здесь у меня направленность – энтомология. Это наука о насекомых, и я буду выходить в поле и ставить ловушки всякие. Школьник может сам выбрать летний лагерь в соответствии со своими интересами, будь то летняя языковая практика, художественная, оборонно-спортивная или туристическо-краеведческое направление. Продолжится в этом году и проект «Профессиональные каникулы». На базе учреждения образования открылось 30 профориентационных лагерей, где учащимся помогут выбрать профессию с учетом их склонностей. Уделили внимание и временной трудовой занятости школьников. Так, в Гомельской области открыто более 200 лагерей труда и отдыха, которые примут около 3000 детей. На базе 58-й гимназии, например, ученики мастерят ящики для хранения сотовых телефонов. В столярных мастерских работают 20 парней из 52-й школы Гомеля – участники лагеря труда и отдыха «Ритм». У каждого из них уже имеется трудовая книжка и почетный статус – столяр второго разряда. Сами изделия, которые мастерят подростки – своеобразное ноу-хау администрации школы. Такого в школьных лагерях Гомеля еще не мастерили. Известная проблема в школах – это сотовые телефоны, и их использование на уроки не для цели. Телефон – это средство голосовой связи, а не медиаразвлечения и помеха для учебного процесса в школе. Поэтому администрации школы номер 52 был разработан проект по изготовлению ящиков для мобильных устройств. У нас в этом году будет 31 класс-комплект. В день по нормативам мальчики могут работать 2 часа 15 минут, а в конце лагерной смены они за свою работу получают деньги. Сумма будет зависеть от выработки. Для многих это серьезная мотивация. Кто решил, что пойду в школьный лагерь? Родители или сам папа? Сам решил. Сам папа? Ну, я решил заработать денег, дабы не просить денег у мамы на личные расходы. На личные расходы и, в принципе, всегда пойдет на пользу. А в лагере труда и отдыха гимназии номер 46 занимаются девочки 14-15 лет. Вместе с преподавателем они шьют на матраснике для спали младшей школы. Рабочие косынки и передники школьницы также сделали для себя сами на уроках труда. В их трудовых книжках появилась запись «Швея второго разряда». Такой опыт приобретения первого стажа они считают ценным. Мне импонирует то, что у меня будет своя трудовая книжка. Ну, это как бы первый шаг во взрослую жизнь. Мне нравится шитье. Думаю, в душе каждой девушки живет истинный модельер. В лагере, кроме трудовой деятельности, уделяется большое внимание в рамках года Малой Родины, экскурсионной работе. Мы посещаем выставки, музеи города Гомеля. И при любом удобном случае мы посещаем исторические места Республики Беларусь. Хочется отметить, что те навыки, которые получат девочки в трудовом лагере, пригладятся им в их взрослой дальнейшей жизни. Во время летних каникул в области также работают лагеря, организованные совместно с подразделениями воинских частей, погрангруппами, отделами внутренних дел и спасателями. Например, в августе войсковая часть 55-25 приняла участников двух военно-патриотических лагерей. 20 юношей из лагеря «Арсенал» советского района Гомеля и 40 подростков участников областного лагеря «Граница». Среди них ребята, которые мечтают стать военными, дети из замещающих семей, а также подростки, которые требуют повышенного педагогического внимания. Расписание парней, помимо строевой подготовки и занятий спортом, несли также экскурсии в музеи, посещение Ледового дворца, кинотеатра и солдатской бани. Ложимся мы спать в 10 часов ночи, просыпаясь в 7 часов утра. Начинается все с слов «Граница подъем». Отправить ребенка на оздоровление можно было и в загородные стационарные лагеря. 10 таких учреждений работают в Гомельском, Реческом и Светлогорском районах. Все это дает возможность родителям не беспокоиться по поводу безопасности и полезной занятости ребенка, а самим детям активно отдохнуть, завести новых друзей и напитаться яркими впечатлениями перед учебным годом. Анна Корольчук, Игорь Марищенко, Андрей Иванов. Новости недели.